Тихая земля Тихая земля основана на романе новозеландского автора Крейга Харрисона, а сам роман, по слухам, основан на одном любопытном случае, произошедшем с американским туристом в Новой Зеландии в 70-х годах. Новозеландцы всегда используют выходные для сна и просыпаются очень поздно. Американец, прибывший в центр города Окленд, не на шутку испугался, когда обнаружил, что на улице нет ни души. В 1985 году вышла экранизация с одноименным названием «Тихая земля». Режиссером был Джефф Мерфи, которого зритель, возможно, знает по фантастическому боевику «Корпорация Бессмертие» с Эмилио Эстевисом и Миком Джаггером в главных ролях. В числе сценаристов «Тихой земли» значился Бруно Лоуренс, который и сыграл одну из главных ролей в этом культовом фильме. Но кому как не сценаристу было сыграть эту непростую роль? Человека, оставшегося практически в одиночку на этой планете. По сюжету, герой просыпается и оказывается в буквальном смысле один одинешенек в этом мире. Он судорожно пытается найти других выживших, а также выяснить, что же произошло. Главный герой подозревает, что правительственный исследовательский проект, в котором он также участвовал, имеет какое-то отношение к исчезновению всех людей. В конце концов, он находит несколько других выживших, и как только они начинают полностью доверять друг другу, они пытаются выяснить, почему же они остались на Земле одни. Кинофильм, снятый за один миллион долларов, совершенно не может похвастаться какими-то сногсшибательными событиями или картинами заката человечества. Но вместе с тем, лента не так уж и пуста, как может показаться при беглом рассмотрении. В полном объеме здесь присутствует и человеческая драма, и научная фантастика, и затронуты перипетии человеческих взаимоотношений. Поскольку человек-существо, в большинстве своем социальное, то индивидуум, оставленный на большой промежуток времени, в одиночестве начинает съезжать с катушек, что и показано в первой половине фильма. Герой по имени Зак Хобсон далеко не дурак, и это заставляет его анализировать ситуацию, копаться в сути проблемы и методах ее решения. Заком время от времени овладевает ярость и бессилие одиночества, и как человек, имеющий мозги, он даже чуть не повиновался мимолетному порыву, вышибить одним единственным выстрелом из своей черепной коробки ее содержимое, присоединившись к участи остальных пропавших, черт знает куда, миллиардов жителей планеты Земля. Но, скорее всего, сила характера останавливает его от необдуманного поступка. Ну а до этой разыгравшейся внутренней драмы, он хоть на миг, но успел вкусить плоды развития цивилизации, например, изрядно повеселившись в супермаркете. Также Зак немного побыл машинистом поезда. В остальном, несмотря на наушный склад ума, Зак оказался из тех людей, которые с выгодой сумеют организовать очень удобный быт из сложившейся ситуации. И уже спустя какое-то время герой деловито разъезжает на новеньком пикапе Toyota Hilux, который корпорация Toyota специально предоставила для участия в съемках с целью рекламы этой модели. Ну а с момента появления в фильме двух других героев жизнь стала куда интереснее. Но и даже среди трех людей, оставшихся на планете, могут возникнуть трения и разногласия, особенно если среди них женщина. Ее ведь нельзя справедливо разделить между двумя оставшимися мужчинами. Стремительного действия в картине не наблюдается. Все происходит неспешно, словно во сне. Да, здесь, собственно, спешка не нужна. Зрителю показывают локации, которые составляют героям кампанию. В неспешности есть время оглядеться и оценить всю ту пустоту, которая осталась в наследство трем героям этой ленты. Под стать и режиссури – грамотная операторская работа Джеймса Бартла с его планами и мягкими цветовыми тонами, которые выбрали для этой киноленты. Из большинства просмотренных кинофильмов про апокалипсис и последующее одиночество одного или нескольких человек, «Тихая земля» очень деликатна и умна по сравнению с похожими лентами, где, например, присутствует дополнительный фактор, вроде живых мертвецов или смертельно опасного вируса. Резюмируя все факты, можно сказать, что перед нами, в принципе, приятный научно-фантастический фильм от новозеландских кинематографистов с хорошей режиссурой, хорошим сценарием и малоизвестными актерами. Спецэффекты в фильме присутствуют, но они практически малозаметны, что отнюдь не убавляет достоинств этой киноленты. «Тихая земля» очень необычный и спокойный фильм, который будет интересен как любителям кинолент про постапокалипсис, так и зрителям, любящим поразмышлять на тему. А что бы сделал я, если бы остался один на этой планете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok